Новый поворот в истории оброшенных домашних животных. Практически все они бесследно пропали сегодняшней ночью. Я напомню, что вчера мы рассказывали вам о Юлии Долобачевой, которая вместо фермерского хозяйства устроила на своем загородном участке настоящий концлагерь для коз, кур, свиней, коров и собак. По словам соседей, женщина просто бросила их на произвол судьбы, оставив без пищи и воды. После выхода нашего сюжета в эфир на участок Юлии Лобачевой приехали сотрудники ветеринарной службы. Однако практически все животные бесследно пропали. Остались лишь скелеты тех, кто умер голодной смертью. Труп. Скорее всего, афта. Да, там скелет. Да что, везде одни трупы. Вот, трупы. Крупородатный скотов. Ну, селятся там, возможно. Территория, ну, просто в ужасном состоянии. Бардак, хлам, полная антисанитария. Здесь, я не знаю, даже угроза распространения каких-то заболеваний. Это практически 99,9%. Внутри находятся клетки, в которых, вероятно, жили животные. Останки какой-то непонятной еды, экскременты животных. То есть, дикий ужасный запах. Похоже, кто-то жил, но уже, наверное, вывезли, скорее всего, животных. Ух ты! Здравствуй, живое существо. Бедняжка. Очень сильное худание, истощение. Животное просто умирает от голода. Никак. Эй, ты чё? Эй, не ешь, махалай. Тихо, тихо. Она же вармитация потерялась. Сиди, малыш, вон, солнышко, смотри. О, спасение. Я думала, что она умерла, Юля, а я сейчас жива. Нет, жива. Здесь можно выходить. Я не могу. Я уже сколько уже натерпелась, уже сколько видела мук этих животных. Сколько поросят видела, смучились. Не могу нам, ну, посмотрите, что с ней. Это можно, разве так животных держать, а? Пойдем, Машляшки, пойдем. Вон, по травы пошли. Мы этих животных сейчас поставим на карантин, приведем необходимые исследования. И к нам уже обратились с общественной организацией приюты, что эти животных они готовы забрать. Кстати, сотрудники ветуправления намерены обратиться в прокуратуру с требованием провести в доме фермерши все необходимые анализы, дабы предотвратить возможное распространение какой-либо инфекции. Кроме того, женщина может понести и ответственность за жестокое обращение с животными.